Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. Можно ли проучить человека в целях наказания? Священное Писание дает простой, ясный ответ на этот вопрос. Послушайте. Апостол Павел в послании к Галатам пишет. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, уж духовные, да, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушаемым. Знаете такую жизненную правду? Кого осудишь, в том сами побудешь. Господь всегда создает или попускает нам впасть в такие обстоятельства, в которых не так давно осудили другого человека. И еще глубже падаем, еще в большей грязи измазываемся. А если бы побыли в тех обстоятельствах, в которых согрешил брат твой, ты бы вообще не встал. Здесь ты хотя бы там глаза протереть смог, на коленки встать, посмотреть. Ух ты, вот это меня занесло. Господи, прости, Господи, помоги. Поэтому хотите, как минимум половину, может быть, и три четверти неприятности, которые с нами происходят, обойти стороной? Не осуждай брата своего. Оставит. Не надо на тебе. Господи, владыка живота, дай мне зреть и моя прегрешение. И не осуждайте брата моего. Читали мы им весь Великий пост. Моя. Другие тебе не нужны. Поэтому наблюдайте за собой, пишет апостол Павел. Но если надо человеку сказать, бывают такие обстоятельства, когда надо. Только в духе кротости. Нет духа кротости, когда ты говоришь менторским тоном, как высший учащий низшего, как знающий учащий незнающего, как власть имеющий, как опытный православный христианин. Не надо так, друзья. Не надо. Назидать, повелевать, заставлять. Здесь нет духа кротости. С любовью, предлагая, раскрывая, подводя человека к принятию решения так, чтобы был убежден, что он самостоятельно принял это решение, а не будучи понуждаем тобою. Только так можно человека чему-либо научить. Ибо вы спрашиваете про наказание. Наказание с церковно-славянского языка на русский язык переводится как урок. Не надо преподать урок этому негодяю. Как мы говорим по отношению к тем автолюбителям, которые пытаются резко притормозить перед твоим автомобилем, когда ты оскорбил его на дороге. Не надо уроки преподавать. Не надо его учить. Мол, смотри, ты кто такой, сейчас тебе расскажу. Меня обидел, меня оскорбил, меня подрезал. Сейчас получишь. Не надо учить. Я сейчас приведу вам интересный пример, который вам всем известен, но известен совершенно в противоположном неназидательном контексте, в контексте развлекающем. Помните же знаменитую книгу, не менее знаменитый советский фильм по этой книге Александра Дюма, «Узник замка Ив». Про графа Монте-Кристо. Помните? Все там по 10 раз пересматривали этот фильм и знают о нем только из фильма. Может быть, не советского, может быть, есть еще западные аналоги. Но откройте книгу на последней странице 2-го тома написан короткий монолог графа Монте-Кристо, который искренне раскаивается в том, что пытался преподать урок своим обидчикам, потому что не решил, что он орудие в руках промысла Божьего. Забыв слова Писания, «Мне отмщение, азвоздам». Тебя обидели? Прости, отпусти, живи дальше так, как будто ничего не произошло, я разберусь, говорит Господь. Нет, 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 когда ты там разберешься? Я хочу, чтобы здесь и сейчас быть свидетелем наказания этих людей. Хочу вот сам придумать, как их наказать. И начинаешь хитроумные планы сплетать. У тебя есть на это, допустим, 10, 20 или 30 лет даже. Мы хотим, конечно, побыстрее. Чем быстрее, тем лучше. И совершаем такие ошибки, на которых только волосы стоит на себе рвать и бить головой, бить рукой в грудь. Господи, прости, согрешил я. Совершив еще больше грех и больше преступления, желаю отомстить, чем тот человек, нанесший мне обиду. Не зря же Ветхозаветный закон говорит око за око. Это не закон обязательного возмездия, это закон ограничения мести. А мы же не мстим справедливо. Мы если мстим, то в десятера раз. Тебя обидели словом, ты дашь в лоб, ты не обидишь словом. Тебя оскорбили сильно, да ты всю семью оскорбишь, вырежешь, может быть, даже если ты горячий человек. Разные ситуации бывают. Люди совершают огромное количество преступлений просто за то, что их обидели. Словом. А человек тебя жизни лишает. Где здесь око за око? Нет. Это намного превышающе. Намного превышающе твою обиду мести. Так вот, граф Монте-Кристо кается в этом. Не надо, друзья мои, преподавать уроки. Они заведут нас в такие дебри, что потом дьявол будет потешаться над нами. Искал справедливости в земной жизни. Ну, сейчас мы тебе покажем, где здесь справедливость. Ты забыл, что ты крест носишь на себе с распятым Богом, с величайшей несправедливостью этого человечества и земного бытия. Здесь по-другому не бывает. Ищи справедливости. Тебя распнут. Но Христа распили. И Он совершил этим дело спасение человечества. Тебя распнут. Только лишь потому, что ты решил нарушить законы божественные. Законы Писания. Не мсти. Не наказывай. Не совершай показательные порки и публичные издевальства над человеком, который тебя оскорбил. Прости личный грех. Забудь. И Господь простит тебе твое прегрешение. Он забудет твой грех. И Он не будет тебя наказывать. Прощайте должником вашим, как Господь будет прощать вас, друзья мои. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись. И поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok